Добрый день! Я приветствую всех, кто меня слышит и видит. Тема сегодняшнего вебинара «Корпоративное страхование в страховой компании Midlife». Если вы хотите узнать, как достичь лояльности сотрудников вашей компании, как удержать специалистов и привлечь лучших экспертов на рынке труда в ваш коллектив, каким образом можно поддержать ваших сотрудников в самых сложных жизненных ситуациях, связанных со здоровьем и их жизнью, тогда, я думаю, вам сегодня будет со мной интересно. Итак, корпоративное страхование жизни в страховой компании Midlife. Буквально пару слов о том, кто я такая, какое отношение я имею к Midlife и почему я сегодня буду с вами говорить о страховании жизни. Это моя корпоративная визитка. Меня зовут Светлана Хуницына, я менеджер страховой компании Midlife. По образованию я экономист-аналитик, работаю в сфере страхования 18 лет. Все 18 лет я работаю в Midlife. Midlife – это украинская страховая компания, которая является резидентом Украины, платит налоги государству Украины и при этом является стопроцентной дочкой американской страховой компании Metropolitan Life Insurance Company. Midlife – это классическая лайфовая страховая компания, которая занимается исключительно страхованием жизни и страхованием здоровья и никакими другими видами страхования и инвестиционной деятельности наша компания не занимается. Это важно понимать. Я вкратце расскажу вам сейчас о нашей компании. Мы определимся с основными понятиями по страхованию жизни. Во время презентации я буду использовать несколько профессиональных терминов, потому что объективно я должна буду их озвучить. И чтобы вы не запутались, я о них коротко расскажу. Я продемонстрирую вам наполнение программ страхования жизни на реальных кейсов. Их будет пять. Я вам даже покажу одну выплату нашей клиентки корпоративной для того, чтобы вам было понятно, как работает наше страхование в украинских реалиях. И продемонстрирую действия наших клиентов при наступлении страхового события. Итак, Midlife является мировым лидером в сфере страхования жизни. Midlife у более 150 лет, если быть точной, то нашей компании 153 года. Более 100 миллионов клиентов у Midlife во всем мире. 96 корпоративных клиентов из первой сотни рейтинга Fortune 500. 39 номер у Midlife в списке 500 крупнейших компаний мира. По данным различных международных рейтинговых компаний, Midlife имеет высочайшие рейтинги кредитной надежности. В частности, по данным Standard & Poor's, это международное рейтинг агентства, Midlife имеет международный рейтинг кредитной надежности 2А. Midlife в Украине работает уже 20 лет. Более 3 миллионов клиентов на территории Украины и более 80 корпоративных клиентов. Итак, Midlife занимает ведущие позиции на 20 международных рынках. На сегодняшний день Midlife является одним из лидеров на лайфовом и страховом рынке. Страховые резервы нашей компании составляют более 3 миллиардов гривен. Доля Midlife на рынке в корпоративном страховании составляет 27%. Это очень высокий показатель. То есть практически треть всех договоров корпоративных заключается в Midlife. Скажу более. По всем договорам и индивидуальным в том числе, доля Midlife на лайфовом страховом украинском рынке составляет по данным 2021 года 40%. Это очень высокий показатель. Ну и конечно же Midlife является компанией номер один в сфере страхования жизни на украинском страховом рынке по индивидуальным и рисковым корпоративным договорам. Несколько слов хочу вам, несколько буквально цифр продемонстрировать на примере урегулирования страховых случаев в результате COVID-19 в пандемийные 2020 и 2021 годы. Буквально несколько цифр я хочу вам продемонстрировать. Всего Midlife осуществил 29 выплат, причиной которых служил COVID-19. Из них 13 событий по риску ухода из жизни, то есть смерть по любой причине или смерть по болезни, называется страхование. В абсолютных цифрах Midlife заплатил более 6 миллионов гривен по тем убыткам, которые были связаны с COVID-19. Очень часто наши клиенты, потенциальные и действующие, задают вопрос последние два года, покрывается ли COVID-19 нашими договорами. Да, у нас есть несколько опций в компании, которые покрывают COVID-19, в частности смерть по болезням. Еще несколько очень важных цифр я хочу вам продемонстрировать перед тем, как я начну вам рассказывать о наших программах. В этом слайде вы видите три диаграммы разного цвета и каждая диаграмма отвечает за выплаты в разрезе причин наступления страхового события. В голубом в голубой диаграмме речь идет о критических заболеваниях. 62 процента всех выплат, связанных с критическими заболеваниями, приходится на онкологию. Что такое критическое заболевание? Это смертельное неизлечимое заболевание, либо заболевание, которое может привести к смерти, либо к инвалидности. Так вот, 62 процента из всех выплат по критическим заболеваниям приходится на онкологию. На втором месте заболевание нервной системы 24 процента и заболевание сердечно-сосудистой системы 14 процента. Если, согласно Всемирной организации охраны здоровья, львиная доля всех событий, скажем так, диагностирования приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы, то в медлайфе ситуация немножко другая. Вторая причина наступления страхового события – становление инвалидности. На первом месте 49% – тоже онкология. На втором месте сердечно-сосудистые заболевания – 45%. И на все другие заболевания, в том числе на несчастные случаи, приходится всего несколько процентов. И третья причина наступления страхового события – уход из жизни. Это диаграмма всех оттенков бирюзового. На первом месте у нас снова лидирует онкология – 35%. На втором месте COVID-19 – 33%. Ну и все другие заболевания на третьем, на четвертом и так далее месте. Итак, по всем причинам, в разрезе всех причин наступления страхового события лидируют онкологические заболевания. Давайте определимся с основными понятиями и перечнем риска по страхованию жизни для того, чтобы нам было проще дальше двигаться по нашей презентации. Итак, что такое страховая сумма? Это денежная сумма, в рамках которой, согласно условиям договора страхования, компания обязана произвести страховую выплату. Своим клиентам. Страховая выплата – это денежная сумма, которая, согласно условиям договора страхования, выплачивается за страхованному лицу, то есть сотруднику компании, либо выгодоприобретателю, либо наследнику по закону в случае наступления страхового события. Сразу хочу сказать, что страховая выплата не всегда равна страховой сумме. Это может быть какой-то процент страховой выплаты составлять процент от страховой суммы. Выгодоприобретатель – это физическое лицо, назначенное на получение страховой выплаты или ее части при наступлении страхового события. Кто определяет выгодоприобретателей? Застрахованное лицо, то есть клиент компании, соответственно, сотрудник компании, руководство которой страхует данного сотрудника в страховой компании. Что такое несчастный случай? Сразу хочу сказать, что здоровье человек может утратить по двум причинам – по несчастному случаю и в результате ухудшения здоровья. Итак, что такое несчастный случай? Это телесное повреждение, которое произошло случайно, то есть это незапланированное страховое событие. Оно произошло по внешним причинам, факторам, находящимся вне зоны контроля застрахованного лица. И это событие может привести либо к смерти, либо к утрате трудоспособности. Причем утрата трудоспособности бывает разная. Она бывает частичная и полная, временная, либо постоянная. Либо к травме застрахованного лица в период действия договора, страхования. Что можно считать несчастным случаем? Например, ДТП, либо авиакатастрофа. Производственная травма, либо бытовая травма. Это могут быть ожоги, травмы, переломы, разрытие низко, сотрясение мозга. Это может быть укус энцефалитного клеща. И у женщин даже внематочная беременность тоже считается, согласно правилам страхования, несчастным случаем. А также нападение считается несчастным случаем. Это может быть нападение животных, либо нападение других людей. Итак, заболевание. Что такое заболевание, согласно правилам страхования? Это любое патологическое состояние или аномальное функционирование органов застрахованного лица, которое объективно диагностировано и не вызвано несчастным случаем. Итак, у нас здоровье может пострадать по двум причинам, еще раз повторюсь, либо в результате несчастного случая, либо в результате заболевания. Третьей причины не существует. Основные параметры условия страховой программы. Кто такой страхователь? Это компания или предприятие, которое страхует своих сотрудников. Страховщик – это страховая компания Медлайф. Застрахованное лицо – это сотрудники компании. Получатель страховой выплаты – это может быть сотрудник, если он жив, либо наследник по закону, либо выгодоприобретатель. Чем отличается выгодоприобретатель от наследника по закону? Если застрахованное лицо определило выгодоприобретателям, то есть указало конкретных близких родственников первой, второй, третьей линии, фамилию, имя, отчество, степень родства и дату рождения, тогда выплата будет осуществлена в течение 10 дней с момента подачи последнего документа. Что может являться последним документом страховой компании? Это может быть свидетельство о смерти, в котором написана причина страхового события в данном конкретном случае. Если наш клиент, застрахованное лицо, не указало выгодоприобретателя, тогда наследники по закону через 6 месяцев имеют право на получение страховой выплаты. Поэтому я своим клиентам всегда рекомендую указывать выгодоприобретателей для того, чтобы не было таких неприятных ситуаций, когда вроде бы как по страхованию выплата должна осуществляться сразу. Но если выгодоприобретатель не установлен, значит по закону через 6 месяцев те, кто имеет право на получение такой выплаты. Время действия полиса 24 часа в сутки. Вне зависимости от того, где происходит страховое событие. На работе, в быту, в командировках, либо в отпуске. Территория действия договора. Весь мир, без исключения каких-либо территорий, где могут проходить военные действия. Это очень важный момент, потому что в индивидуальном страховании, например, временно оккупированные территории Донецка-Луганской области и автономной республики Крым считаются, на этих территориях не действуют наши страховки. Если клиенты наши купили полис индивидуального страхования жизни и здоровья. В корпоративных договорах есть несколько очень важных нюансов. Вот в частности, один из них, который я сейчас вам сообщу. Весь мир, без исключения покрытия территории действия наших договоров. И упрощенное администрирование. Что это такое? Дело в том, что корпоративное страхование, вот тот вид страхования корпоративного, который я вам сейчас демонстрирую, он предполагает страхование сотрудников списком. То есть нам компания предоставляет список сотрудников с даты рождения, с должностью, и компания определяет тариф единый по всему коллективу. То есть, условно говоря, это средняя температура по палате или средний тариф по всему коллективу. И в связи с тем, что страхуется сотрудник, страхуется не конкретный человек, хотя в списке нам компания предоставляет, А так как сотрудники меняются, кто-то увольняется, кто-то вновь устраивается на работу в коллектив, тогда, согласно упрощенного администрирования, HR ежемесячно, 1 числа каждого месяца, связывается с сотрудником корпоративного отдела нашей компании, кто курирует ваш договор, и тогда происходит рокировка. То есть кто-то из списка удаляется, а кто-то включается в этот список новые сотрудники. Итак, как работает программа страхования, я вам сейчас продемонстрирую на нескольких примерах. Случай первый. Сотрудник А вел автомобиль, попал в ДТП и умер в больнице. В таком случае Медлайф осуществит выплату выгодоприобретателям, если они установлены нашим клиентам застрахованным лицом. Предположим, страховая сумма по риску смерти по любой причине 100 тысяч гривен. Значит, Медлайф заплатит выгодоприобретателям 100 тысяч гривен. Если выгодоприобретатели не определены застрахованным лицом, тогда через полгода законные наследники получат эту выплату. Случай второй. Сотрудник Б. Ему диагностировали критическое заболевание, например, онкологию, после чего ему была присвоена вторая группа инвалидности. По данному страховому событию, одно страховое событие произошло, Медлайф осуществит две выплаты. Первая выплата. После диагностирования критического заболевания, страховая сумма по риску критического заболевания, к примеру, составляет 100 тысяч гривен. И застрахованный сотрудник получает выплату 100% от страховой суммы единоразово, то есть 100 тысяч гривен. После присвоения инвалидности страховая сумма по риску инвалидности составляет, к примеру, 100 тысяч гривен. А выплата при второй группе инвалидности составляет 80% от страховой суммы. В таком случае сотрудник получит 80 тысяч гривен. Итак, две страховые выплаты суммарно Медлайф заплатит данному сотруднику 180 тысяч гривен. Следующий пример. Третий случай. Сотрудник С гулял в лесу, оступился, упал во враг, получил серьезное повреждение, в результате чего он был доставлен в больницу и было установлено получение травмы, двойной перелом плечевой кости. Во-вторых, в результате таких повреждений ему присвоили третью группу инвалидности. И в-третьих, еще через некоторое время, в результате осложнений от телесных повреждений, полученных на прогулке, этот сотрудник умирает. В таком случае произошло одно страховое событие, но Медлайф осуществляет три выплаты. Первая выплата после получения телесного повреждения. Предположим, страховая сумма по риску телесного повреждения составляет 100 тысяч гривен. Согласно таблице выплат, данный перелом составляет 20% от страховой суммы. По нему выплата составит 20 тысяч гривен. После того, как этому сотруднику, застрахованному лицу, установят инвалидность третьей группы, тогда Медлайф заплатит по этому риску 60% от страховой суммы. Предположим, страховая сумма 100 тысяч гривен, третья группа инвалидности 60% от страховой суммы. Значит, Медлайф заплатит 60 тысяч гривен. И третья выплата после смерти застрахованного. Когда родственники выгодоприобретателя погибшего сотрудника предоставляют документ, то есть свидетельство о смерти Медлайф, тогда они получат 100% от страховой суммы. Предположим, она тоже по данному риску будет 100 тысяч гривен. Значит, 100 тысяч гривен Медлайф заплатит выгодоприобретателям в третьем случае. В общей сложности три выплаты Медлайф осуществит по одному страховому событию – 180 тысяч гривен. Я вам сейчас продемонстрирую наполнение программ «Страхование жизни». Итак, какие риски мы предлагаем нашим корпоративным клиентам вот по такому плану? То есть, когда страхуется коллектив, и списком страхуется коллектив, и Медлайф предлагает тариф «Единый» по данному коллективу. Не у каждого сотрудника будет разный тариф в зависимости от возраста, пола, от состояния здоровья и так далее. А тариф будет «Единый» согласно списка. Итак, смерть по любой причине – летальный случай. При летальном случае застрахованное лицо в результате несчастного случая либо болезни осуществляется выплата законным наследникам в размере 100% от страховой суммы. А теперь особенности страхового покрытия – внимание. Есть определенные нюансы, я сейчас на них буду делать акценты. Покрытие действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по всему миру, в любом месте. На работе, дома, в отпуске, в командировке. Не имеет значения ограничений. Не существует ограничений по покрытию. Во-вторых, покрываются занятия любым видом спорта. Любительский, профессиональный спорт, либо экстремальный спорт. Это имеет колоссальное значение, потому что в индивидуальном страховании покрывается только любительский спорт и у взрослых, и у детей. Профессиональный спорт является исключением. Экстремальный спорт не покрывается. Корпоративное страхование предполагает выплату по риску смерти по любой причине, даже если наш клиент занимался экстремальным видом спорта, либо если он даже профессионал. Третье. Управление транспортным средством без права на управление, либо в состоянии опьянения. Это тоже очень важный момент, потому что в индивидуальном страховании управление транспортным средством без права на управление и в состоянии алкогольного и локотического опьянения является исключением классическим, не только в Метлайфе, а во всех страховых компаниях Лайфовых. А в корпоративных договорах этот момент покрывается. Это очень важно. И четвертый нюанс. Покрываются последствия заболевания, которое было диагностировано до начала действия договора. В индивидуальном страховании на момент оформления договора, если наш клиент имел какое-то заболевание, например, хроническое либо критическое заболевание уже было диагностировано нашему сотруднику, его вообще, скорее всего, не примут на страхование. Либо примут на страхование, даже если компания примет на страхование, то с исключением по данному заболеванию. Корпоративный договор предполагает выплату по риску смерти даже в том случае, если сотрудник, один из сотрудников по корпоративному договору имел какие-то нюансы со здоровьем. Например, договора, сразу хочу сказать, что корпоративные договора заключаются на один год. И страхуются сотрудники списком, я уже это говорила вам неоднократно. И в таком случае не нужно каждому сотруднику заполнять анкету по здоровью. Поэтому мы как бы оптом страхуем всех сотрудников, вне зависимости от того, в каком состоянии находится их здоровье. Если человек имел уже онкологическое заболевание, предположим, либо у него был инсульт, инфаркт на момент оформления договора, и если в течение 12 месяцев, в течение года этот сотрудник уходит из жизни, значит Медлайф заплатит деньги выгодоприобретателям. Очень важно, для чего определять выгодоприобретателям. Для того, чтобы выплату близкие родственники получили в течение 10 дней с момента подачи последнего документа, а не через 6 месяцев после ухода из жизни. Потому что такие случаи бывают, и я своим клиентам всегда рекомендую указывать в договоре страхования выгодоприобретателям. Установление группы инвалидности, первый, второй, третий, в результате несчастного случая, либо болезни. При установлении группы инвалидности размер выплаты зависит от инвалидности. Если это первая группа инвалидности, то это 100% от страховой суммы, вторая группа инвалидности 80% и третья группа 60%. Выплата по инвалидности осуществляется после установления группы инвалидности в течение 10 дней после предоставления всех необходимых документов. Очень важный второй момент. Покрытие действует в течение 12 месяцев после наступления страхового события, несчастного случая или диагностирования заболевания, которое привело к инвалидности. То есть выплата может быть осуществлена даже после окончания действия договора, но при условии, что инвалидность была установлена, не позднее, чем в течение 12 месяцев со дня несчастного случая, либо заболевания. Это очень важный нюанс. И в-третьих, третий очень важный нюанс. Застрахованное лицо получает страховую выплату без вычета каких-либо налогов и комиссий. То есть страховые выплаты не облагаются налогом. Это тоже очень важный момент. Травматические повреждения или телесные повреждения их еще называют. Ну, назовем травматическими повреждениями. Выплата осуществляется застрахованному лицу в размере от 2 до 100% от страховой суммы в зависимости от характера травмы. Размер выплат указан в таблице травматических повреждений. Эта таблица находится на сайте компании в разделе правила страхования. Таблица включает в себя 26 разделов. Это, например, кости черепа, хребет, половая система, локтевой сустав, бедро, стопа, пальцы стопы и так далее. Всего 26 разделов. Таблица включает в себя 111 статей, в том числе дополнительные таблицы по ожогам и снижению остроты зрения. При получении травмы и телесных повреждений, которые наступили в результате несчастного случая, сотрудник получает выплату в размере определенного процента от страховой суммы, указанного в определенной статье. Ну, то есть, каждая травма имеет свою стоимость, назовем это так. Например, утрата пальца левой ноги стоит 2% от страховой суммы, а перелом голеностопного сустава 20%, например, разрыв менистка тоже 20%, перелом шейки бедра в зависимости от степени тяжести, перелома может составить 70-80% от страховой суммы, перелом основания черепа 100% от страховой суммы, перелом компрессионный позвоночника тоже 100% от страховой суммы. То есть, каждая травма стоит разных денег в зависимости от степени тяжести травмы либо телесного повреждения. Критические заболевания. Что такое критическое заболевание? Согласно классификации Всемирной организации охраны здоровья, критическое заболевание – это заболевание, которое может привести к смерти, либо к инвалидности пациента, если ему не своевременно выявлено заболевание, диагностировано заболевание, либо у него нет денег на лечение, соответственно, не оказана своевременная медицинская помощь. Какие заболевания входят в перечень тех, которые мы предлагаем корпоративным клиентам? Это рак, инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, хирургическое лечение коронарной артерии и трансплантация жизненно важных органов, в том числе трансплантация костного мозга. В Украине уже осуществляются операции по трансплантации жизненно костного мозга, поэтому данный вид страхования актуален в Украине. Очень важные нюансы, которые я хочу вам сейчас тоже озвучить, особенности страхования по данному риску. При установлении диагноза одного из перечисленных заболеваний осуществляется выплата за страхованному лицу в размере 100% от страховой суммы, единоразово. Диагноз либо заболевание должно быть впервые выявлено. Если по риску смерть по любой причине, я вам уже говорила о том, что выплата будет осуществлена в любом случае, даже если на момент оформления договора заболевание уже было диагностировано, то по критическим заболеваниям оно должно быть выявлено впервые. Но есть очень важный нюанс. Например, страхуется сотрудник списком по данному виду страхования корпоративного, и у него, например, был инсульт либо инфаркт. То есть это заболевание уже у него было на момент оформления договора, но в процессе действия договора ему диагностировали онкологическое заболевание. В таком случае выплата будет, безусловно, потому что онкология выявлена будет впервые. Следующий очень важный момент. Размер страховой выплаты не зависит от стоимости лечения. Если в договоре прописана страховая сумма 100 тысяч гривен, Медлайф заплатит на карточку банковскую нашему клиенту 100 тысяч гривен. Если в договоре прописано миллион гривен, значит Медлайф заплатит миллион гривен, и клиент сам принимает решение, где он будет лечиться, в какой стране и в какой клинике. Страховая компания не требует подтверждения использования страховой выплаты. Это очень важный момент. то есть Медлайф заплатил деньги на банковскую карту, и не нужно предоставлять никаких документов отчетных по расходованию страховой выплаты. Застрахованное лицо получает страховую выплату без вычета каких-либо налогов и комиссий, то есть не облагаются налогом выплаты по критическим заболеваниям. Ну и, собственно говоря, еще раз повторю, застрахованное лицо самостоятельно принимает решение, каким будет целевое использование страховой выплаты. Будет человек лечиться, может быть, он примет решение не лечиться, оставить эти деньги в семью, если у него заболевание выявлено, ну, например, онкология на поздней стадии, уже метастаза. Спасти человека невозможно, только сам клиент принимает решение, каким образом он будет распоряжаться этими деньгами. Итак, сейчас самое интересное. Я вам продемонстрирую пять примеров наполнения программы. Вариант первый. К нам обратилась IT-компания, в которой работает 90 сотрудников. Соотношение между мужчинами и женщинами 60 на 40. 80% сотрудников – это молодые люди в возрасте 25-40 лет, а остальные в возрасте до 50 лет. Эта компания сделала запрос по следующим рискам, ну, следующие цифры. Смерть по любой причине они запросили 500 тысяч гривен, инвалидность первой, второй, третьей группы – 500 тысяч гривен, телесное повреждение – 300 тысяч гривен и критические заболевания – 500 тысяч гривен. Страховая премия на одно застрахованное лицо составила 4 500 гривен в год. Общая годовая страховая премия по всем застрахованным составила 405 тысяч гривен в год. Защита действует, напомню еще раз, в любой точке мира 24 часа в сутки. Денежные средства на указанный карточный счет застрахованного лица перечисляет МИДЛАЙ в течение 10 дней. Пример наполнения программы номер два – это сельскохозяйственная компания, которая занимается выращиванием стельхозпродукции и ее переработкой. Эта компания имеет свойственный комплекс. 2000 сотрудников работают в этой компании. 20% из них – это офисные работники и сотрудники, которые работают продавцами в собственных магазинах. 80% работают на производстве. Возраст в равном соотношении – 30-летние, 40-летние, 50-летние, 60-летние. То есть 25% в каждой возрастной категории. Соотношение между мужчинами и женщинами – 50 на 50. Вот такой интересный, сложный коллектив обратился с запросом в нашу компанию для расчета тарифов для их коллектива. Они запросили 300 тысяч гривен по риску смерти по любой причине, 300 тысяч гривен по инвалидности, 200 тысяч гривен по критическим заболеваниям и 300 тысяч по критическим заболеваниям. Страховая премия на одно застрахованное лицо – 2000 гривен. Общая годовая страховая премия по всем застрахованным лицам – 4 миллиона гривен. Сразу хочу обратить ваше внимание, что минимальный платеж годовой на одно застрахованное лицо составляет минимум 2000 гривен в год. Компания готова рассмотреть другие варианты, если количество сотрудников и бюджет общий по данному коллективу значительный. То есть компания в принципе готова рассматривать другие варианты, но в принципе минимальный платеж годовой 2000 гривен на одного застрахованного и минимум 50 человек. Пример наполнения программы номер 3. Это компания, которая занимается рекламой и ее производством. В этой компании работает 100 сотрудников, до 35 лет примерно 40%, в возрасте 36-50 лет примерно половина от общего количества и 10% сотрудников в возрасте 50-60 лет. 60% это мужчины, 60% женщин работают в этой компании, 25 из них офисные сотрудники, 25 станочники и 50% это сотрудники, которые работают на производстве. Какие страховые суммы запросил этот клиент у нас для расчета договора корпоративного для данного коллектива? 500 тысяч гривен смерть по любой причине, инвалидность по любой причине 500 тысяч гривен, телесные повреждения 300 тысяч гривен, критические заболевания 500 тысяч гривен, страховая премия на одно застрахованное лицо составила 5,5 тысяч гривен в год и общая страховая премия по всем застрахованным лицам 550 тысяч гривен. Защита в любое время, в любой точке мира 24 часа в сутки и денежное средство на опазданный счет перечисляется в течение 10 дней. Напомню еще раз о том, что получателем страховой выплаты является либо застрахованное лицо, то есть сотрудник компании, либо назначенные выгодоприобретатели, они получают деньги в течение 10 дней с момента подачи последнего документа, либо законные наследники, если выгодоприобретатели не назначен наш клиент, то есть застрахованное лицом. Четвертое пример наполнения программы номер 4. Компания по ремонту авиационной техники, в ней работает 60 сотрудников, 20 из них офисная, 40 сотрудников механики и инженеры, 50 из них мужчины и 10 из них женщины. Смерть по любой причине запросили они 300 тысяч гривен, инвалидность тоже 300 тысяч гривен, телесные повреждения 300 тысяч гривен и критические заболевания 300 тысяч гривен. Директор этой компании попросил по всем рискам примерно 10 тысяч долларов покрытия, скажем так, им просчитать. Страховая премия на одно застрахованное лицо 3 990 гривен в год и по всем застрахованным общая годовая страховая премия составила 239 400 гривен. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что возможно разбивка платежа на две части, то есть двумя равными частями полугодовыми платежами, но тогда используется повышающий коэффициент и придется заплатить на 10% больше. Ну то есть вот эти варианты, они обсуждаются. На сегодняшний момент вот есть такие варианты оплаты. Еще хочу обратить внимание на оплату. Дело в том, что наваловые затраты платежи по страхованию здоровья и жизни не относятся, поэтому Медлайф выставляет счет на общую сумму, например, 239 400 гривен. А налоги с этой суммы государство, компания платит отдельно. Это очень важный момент. Пример наполнения программы номер 5. Это IT-компания, в которой работает 170 сотрудников. Соотношение между мужчинами и женщинами 70 на 30. 70% сотрудников это молодые люди в возрасте 25-35 лет. 15 человек в возрасте 40-45 лет. Остальные сотрудники в возрасте 35-40 лет. Это очень интересная компания, которая обратилась к нам с таким запросом достаточно на большую, приличную, внушительную сумму. Запрос был по риску смерти по любой причине. Это был основной запрос и изначально единственный риск, который интересовал руководство этой компании. Они просили покрытие 100 тысяч евро на одного застрахованного. Но дело в том, что в Медлайфе есть ограничения в корпоративном страховании по данному риску. Максимальная сумма, которую мы можем предложить нашим клиентам по корпоративному страхованию – миллион гривен. В индивидуальном страховании ограничений по данному риску нет. А вот в корпоративных договорах – миллион. И в исключительных ситуациях, в принципе, для определенного количества сотрудников, например, топ-менеджеров, Медлайф может увеличить страховое покрытие по данному риску, но только в том случае, если эти топ-менеджеры компании пройдут медосмотр по направлению Медлайфа за счет Медлайфа. И тогда по этому корпоративному тарифу, среднему тарифу по данному коллективу, средняя температура по палате, компания готова предоставить более высокое покрытие. А так как мы страхуем сотрудников списком, и мы по большому счету не знаем, кто из этих 170 человек болеет, у кого-то есть критические заболевания, либо хронические заболевания, то есть компания, естественно, рискует. Поэтому есть ограничения по страховой сумме. Итак, эта компания запросила по риску смерти миллион покрытия, инвалидность по любой причине 500 тысяч гривен, телесное повреждение 200 тысяч гривен и критические заболевания 250. Акцент они делали на смерти по любой причине. Страховая премия на одно застрахованное лицо составляет 7 тысяч гривен в год, и общая страховая премия по всем застрахованным лицам составляет 1 190 000 гривен. Итак, я вам сейчас продемонстрировала один из трех видов корпоративного страхования, которое Медлайф может предложить трудовым коллективам на сегодняшний день в Украине. Первый вид страхования корпоративного – это страхование списком, когда мы страхуем коллектив, в котором более 50 сотрудников. В каких-то исключительных ситуациях мы можем рассмотреть и страхование сотрудников с меньшим количеством, например, 40 либо 45 человек. Все зависит от бюджета, которым располагает компания в каком-то данном конкретном случае. Чем интересно страхование списком? Еще раз повторюсь, тариф средний по коллективу. Застрахованы все по тем рискам, которые я вам озвучила в предыдущих слайдах. Не заполняют сотрудники анкету по здоровью, не отвечают на вопросы, имеют ли клинические заболевания, имеют ли какие-то критические заболевания сотрудник. И если даже это заболевание есть, то по риску смерти по любой причине Медлайф в любом случае заплатит деньги. Это огромный колоссальный плюс такого вида страхования. Еще мы предлагаем нашим корпоративным клиентам индивидуальное страхование, если количество сотрудников до 50 лет. О чем идет речь? В таком случае сотрудники, которых мы принимаем на страхование, заполняют анкету по здоровью. В эту анкету вносятся персональные данные нашего клиента. Рост, вес, соотношение между ростом и весом имеет значение. Нужно отвечать на вопросы анкеты. Например, если у сотрудника, предположим, на момент оформления договора, есть критическое заболевание, либо какое-то хроническое заболевание, то компания может либо не принять этого клиента на страхование, либо принять с исключениями, либо отказать в каких-то программах вообще и предложить там какой-то узкий спектр каких-то рисков, предположим. То есть андерайтинг в данном случае компания проводит индивидуально. Что такое андерайтинг? Андерайтинг – это оценка рисков по здоровью, прежде всего, это медицинский андерайтинг. То есть это оценка рисков. То есть мы принимаем на страхование, мы берем риски на свои плечи, страховая компания, а клиент перекладывает риски по своему здоровью на плечи страховой компании. Мы должны понимать, кого мы страхуем. То есть мы не можем страховать кота в мешке, потому что первый вариант корпоративного страхования, он по большому счету предполагает страхование кота в мешке в какой-то степени. А индивидуальное страхование, страхование сотрудников в количестве таких небольших коллективов до 50 человек, ну, к сожалению, мы не можем страховать небольшой коллектив, ну и так слишком, скажем так, рисковать так уж сильно, да, скажем так. И третий вариант страхования – это комбинированное страхование, когда компания может застраховать по первому варианту списком своих сотрудников и кому-то, например, топ-менеджерам предложить индивидуальное страхование. Причем это страхование может быть и накопительное, и рисковое, потому что в рисковом страховании у нас, ну, как бы в индивидуальном страховании у нас достаточно широкий спектр, более широкий спектр рисков, которых нет в корпоративном страховании. В корпоративном страховании по списку, который предполагает страхование по списку, нет, например, накоплений вообще, то есть они невозможны. А вот в комбинированном страховании это возможно. Но каждый сотрудник в таком случае заполняет анкету индивидуальную. У каждого сотрудника будет индивидуальный полис, будут индивидуальные условия, будут эксклюзивные тарифы, уникальные, потому что все мы уникальны, и у каждого человека будет своя история. Я вам сейчас продемонстрирую одну выплату нашей корпоративной клиентки, которая была застрахована по второму типу корпоративного страхования, то есть это был коллектив, в котором было около 20 сотрудников, и каждого сотрудника Медлайф принимала на страхование индивидуально. Эта женщина была застрахована сначала в компании, потом через корпоративное страхование узнала о том, что есть совершенно потрясающие уникальные возможности, которые можно докупить, что она, собственно говоря, и сделала. Эта женщина докупила себе 32 критических заболевания, просто онкологию женскую и онкологию универсальную, и у этой женщины через 9 месяцев после того, как был куплен первый полис, второй полис был куплен через 3 месяца после корпоративного договора, а в общей сложности через 9 месяцев после покупки первого полиса у нее произошло страховое событие, есть диагностировали женскую онкологию. У нее сработали все полисы, 32 критических заболевания, 7 критических заболеваний, женская онкология, у нее сработала хирургия, которую она докупила, и которой не было в корпоративном полисе, и госпитализацию. В общей сложности Медлайф ей заплатил 1 миллион 94 тысячи гривны. Это достаточно приличная сумма, и на эту сумму можно полечиться и в Украине, и за границей. В среднем, по статистике, я вам хочу продемонстрировать несколько цифр. Лечение рака, например, молочной железы в Европе стоит примерно 30 тысяч евро, 30 тысяч долларов в Израиле, и в Украине 20 до 30 тысяч долларов. То есть за эти деньги можно полечиться и в Германии, например, и в Израиле. Стоимость лечения зависит от разновидности рака, в зависимости от разновидности, от степени, от стадии заболевания. Ну, кому, скажем так, как повезет. Если у человека есть страховка, значит, у него есть возможность, в принципе, пройти лечение и вернуться к полноценной жизни. Период ожидания по данному договору 90 дней. То есть с момента выпуска полиса 90 дней полис не актуален. И на 91 день, если нашему клиенту диагностируют заболевание критическое, то Митлайф осуществляет, конечно же, выплату. Если диагностировали заболевание на 89 день с момента выпуска полиса, то компания выплату не осуществит. Каковы действия при наступлении страхового события наших клиентов? Необходимо в течение 14 дней оповестить компанию о том, что произошло с нашим клиентом, с застрахованным лицом. Это можно сделать любым способом. Можно позвонить в компанию, можно отправить на электронную почту письмо, письмо, в котором сообщить о том, что произошло. В течение двух рабочих дней страховая компания предоставляет исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить. Для того, чтобы мы осуществили выплату, на протяжении 60 календарных дней необходимо предоставить эту информацию в компании. Если наши клиенты находятся в Киеве, можно привезти на жильянскую студию, или в центральный офис, можно отправить новую почту из любой точки Украины. То есть это, в принципе, не проблема. Достаточно времени для того, чтобы собрать документы и вовремя их предоставить. Как только все документы предоставлены в компанию, написано заявление на страхование, клиенты указывают банковскую карту, номер банковской карты, на которую перечисляют деньги, либо выбирают другой способ перевода денег, например, через Рефазинбанк. Рефазинбанк, раньше эта система называлась Овалиэкспресс, сейчас она как-то по-другому называется, потому что у нас уже Овалибанка нет. Но в Рефазинбанке есть такая система переводов, и наши клиенты получают обычные деньги либо через Рефазин, либо на банковскую карту. Итак, резюмируем все то, что я вам сейчас рассказала о корпоративном страховании. Почему выгодно страховать жизнь и здоровье сотрудников? Во-первых, это повышает имидж компании в глазах конкурентов, партнеров и, собственно, сотрудников компании. Корпоративный договор формирует корпоративную культуру компании. Появляется стимул для повышения эффективности работы сотрудников, повышается авторитет руководителя и лояльность сотрудников. За счет корпоративного договора страхования жизни и здоровья сотрудники компании могут рассчитывать всегда на финансовую поддержку для себя лично в самых сложных жизненных ситуациях, связанных со здоровьем, и их семьях, если сотрудник ушел из жизни по любому причине. Социальный пакет. То есть это, по большому счету, соцпакет для сотрудников. И, конечно же, он привлекает высококвалифицированных экспертов в вашу компанию. Он позволит, если кандидат, которого вы приглашаете в свою компанию, имеет несколько предложений, то, вероятнее всего, он при равных общих условиях, он, скорее всего, выберет ту компанию, которая предлагает ему соцпакеты. Безусловно, поле страхования жизни и здоровья сотрудников уменьшает текущую кадров и способствует психологическому комфорту в коллективе. Какие дополнительные возможности есть у наших клиентов, которые имеют корпоративный договор страхования жизни? Это накопительное страхование жизни сотрудников. Например, для топ-сотрудников можно приобрести еще и накопительная программа. У нас есть их несколько вариантов, и это отдельная совершенно тема, и об этом индивидуально можно поговорить. Это индивидуальное накопительное страхование жизни родственников, сотрудников вашей компании. То есть через корпоративный договор родственники сотрудников узнают о том, что есть такая компания в Украине, Медлайф. Что из себя представляет Медлайф? Это мировой лидер серии страхования жизни и здоровья. И появляется возможность у ваших сотрудников ознакомиться с данным видом страхования. Это самый сложный вид финансовых услуг, это непростой вид страхования. Наши сотрудники, в частности я, готовы проконсультировать ваших сотрудников и их родственников на тему страхования жизни. Это может быть страхование детей, накопительное и медицинское страхование. Это может быть программа МИКС, комбинация накоплений рисков. Это может быть просто отдельные риски. Также мы предлагаем индивидуальное страхование дополнительных рисков. Например, вы своим сотрудникам купили тот перечень рисков, который есть в корпоративном страховании, который предполагает страхование списком, а в индивидуальном страховании у нас есть более широкий спектр рисков, который тоже может быть интересен вашим сотрудникам. Например, женские критические риски, то есть женская онкология. Это 32 критических заболевания, где отдельной строкой смертельное неизлечимое заболевание. В этот перечень входят и Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз, приобретенные заболевания сердца и масса других заболеваний. Это 20 критических заболеваний для детей, которые включают в себя и онкологию, доброкачественную голову мозга, приобретенные сахарные диабеты и так далее. Огромный перечень этих заболеваний. Они есть на сайте компании в разделе «Правила страхования». Если вам этот перечень нужен, вы можете обратиться ко мне. Я вам быстро и оперативно предоставлю всю эту информацию. Также госпитализация по любой причине, в том числе по причине COVID-19, хирургия по любой причине и восстановление после госпитализации. Также в Медлайфе есть уникальная возможность зафиксировать тарифы в молодом возрасте до 65-ти, либо до 70-ти лет у взрослых и до 27-ти лет у детей. Еще раз хочу сделать акцент на том, что корпоративное страхование, то, о чем я вам говорила на протяжении всей презентации, эти договора заключаются на один год. И они каждый год пролонгируются. В индивидуальном страховании договор заключается минимум на 10 лет. Либо до достижения определенного возраста, например, до достижения 60-ти лет, 55-ти, там 65-ти, либо 70-ти. И тарифы по страхованию жизни и по страхованию здоровья можно зафиксировать в тот момент, когда наш клиент оформляет заявление на страхование. Этот тариф не будет меняться, потому что каждые 5 лет тарифы выше предыдущих. То есть в каждой возрастной категории следующие тарифы будут выше. Чем позже человек принимает решение застраховать свою жизнь, тем дороже будет ему стоить это страхование жизни. Вот почему важно в молодом возрасте, пока мы здоровы, пока у нас нет нюансов со здоровьем, у нас в принципе есть шанс быть застрахованным, принятым на страхование. Нужно все делать в этой жизни вовремя, в том числе страховать свою жизнь. Какую информацию необходимо предоставить нам для того, чтобы я сделала расчет коммерческого предложения? Это название компании, коды ДРПО, вид деятельности компании, потому что это влияет на расчет тарифа. Список сотрудников с датами рождения и должностью. В принципе, для первоначального тарифа достаточно названия компании, вида деятельности и общего количества сотрудников с градацией по возрастным категориям и соотношения между мужчинами и женщинами. Важно нам понимать, какие риски рассчитывать для конкретного коллектива. Их всего несколько. Смерть, инвалидность, 6 критических заболеваний и телесные повреждения. Максимальное количество сотрудников, минимальное количество сотрудников, извините, 50 человек. Мы готовы рассматривать варианты с меньшим количеством человек, например, 40, либо 45, 48, 49. Все зависит от бюджета, которым располагает компания по данному виду страхования. Еще хочу обращать ваше внимание, уже, наверное, третий, четвертый, а может быть, даже пятый раз я вам об этом сегодня говорю, страхуется рабочее место в том виде страхования корпоративного, которое я сегодня вам демонстрировала. Итак, наша команда, команда корпоративного страхования в Медлайфе является лидером на рынке страхования. И за 20 лет работы на украинском страховом рынке мы сочетаем в себе уникальные возможности локального опыта с глобальными возможностями Медлайфа, который 153 года работает на международном рынке. И мы готовы обеспечить вам лучшее решение для вашего бизнеса. Если вам было интересно то, о чем я сегодня вам рассказывала, вы можете со мной связаться, позвонить мне по телефону, вы можете написать мне Viber, Telegram, либо WhatsApp, можете написать на корпоративную почту. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу вам определиться с оптимальным решением для вашей компании. И готова к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Будьте здоровы, не болейте. Будьте здоровы, не болейте.